всем добрый вечер вышли вот ну хоть я не знаю на 40 минут хоть на 50 уже темнеет но мы вот что-то так сегодня запозднились ездили вид клинику сейчас расскажу у нас заболела краса краса это наша кошка если кто не знает муж ее год назад привез подобрал на работе привез прям маленькая но у него на ладони умещалась к чему вообще это видео все-таки знаете вот кошки хоть у меня и скажем так здоровые витрильники мы ездим редко но переноска очень даже нужно сейчас постараюсь каратенечко без особых эмоций потому что если бы я это видео снимала вчера но я не знаю на каких бы эмоций я вчера снимала это видео съездили в клинику но там как как бы начали лечение вроде бы это пока еще лечимся улучшений нет но пока лечимся но видео не об этом выходим вчера из ветклиники и она у меня сидела на руках все нормально спокойно и адекватная кошка там стоянка около ветклиники завелась машина гудят там машины и все кошка начинает вырываться она мне не в сумке у меня была с собой обычная сумка но я почему-то когда выходила из машины когда мы приехали смогла ее удержать мы быстро так зашли в ветклинику и все когда вот я уже выходила я была без сумки но обычная сумка женская такая сумка она у меня выскочила представляете город кошка хоть и уличная но местность она не знает она же не знает куда идти она убежала мы увидели что она запрыгнула в подвал жилого дома там небольшие два окошечки такие не знаю наверное 30 на 30 ну может 40 на 40 мы значит туда кушку не видно я к слесарям кое-как нашла этих слесарей они там есть лестница вот по этой лестнице лезть туда ябра вы как лазите мы точно так же лазим через подъезды пройти нету прохода пройти нельзя ладно муж там пытается остался муж значит около этого окошечка сидит пытается ее выманить в это время в клинику со своими кошками собаками приехала катя я уже вам рассказывал группа помощи животным шанс у нас серки в посаде в катя приют и значит катя уже тут подключилась ну короче пытались мы пытались так капучино не тяни меня девчонки побежали к веткам пытались 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 значит мы тут ее достать никак муж горит ее там нету она значит как-то по трубам могла уйти в любую сторону я полезла кое-как пролезла в эту дырку он принес фонарик из машины посветили я груда вон она там сидит короче ладно поняли что кошка на месте я сбегала в магазин за сосисками не помогает на вроде бы и выйти готова но видимо боится короче сколько я вчера натерпелась муж стоит около этого окошка а там же их два но вроде как полез в одно пытается ее достать и я не успеваю дойти до другого окошка но между ними приличное такое расстояние видимо одно как вот в один подъезд другой другой подъезд она убегает представляете это вот все кошка побежала непонятно куда мы за ней а там кругом цветы перед домами кругом какие-то кусты все кошки нету у меня чуть ли не истерика не в плане что я там заревела растерялась как вообще ее найти а у нас вчера как бы мероприятие намечалось просто посидеть с друзьями встретиться я уже такая грудь я не уеду отсюда мне муж говорит ну давай ветклинику обратимся скажем типа что вот кошка потерялась а у нее в лапе катетер на ней два бинта там уже люди ходят ну типа сочувствующие мы поможем если что принесем ветклинику мы здесь живем в этих домах я бы я не поеду уже не хочу никакой встречи с друзьями говорю я не поеду я буду здесь ночевать около в этом районе а когда еще она была у нас в подвале я позвонила дочери рассказала ситуацию так и так дочь у нас очень такая девушка худая она сейчас я приеду спросилась с работы короче а пока она ехала кошка выбежала из подвала из этого и бегает где-то в кустах мы значит во все стороны разделились ну она уже как раз подъехала в это время как раз вот мы уже бегаем ее ищем ну короче это полный пипец это мягко сказать мы обижали все дома у людей спрашиваем видели такую разноцветную с двумя бинтами яркими значит на лапах никто не видел кошки нету мы уже просто выдохлись стоим я уже не знаю куда бежать что-то так мы прям вот на пару секунд затихли слышно она пищит ну кошка где-то пищит и смотрю а там между домами стоянка и она такой небольшой микроавтобус и она под ним сидит нам просто повезло что она у нас такая трусоватая но увидела первую попавшуюся куда спрятаться это мы значит нарезали круги часа два если не больше чтобы ее найти там и кстати двери металлические в подъездах но двери некоторые были открыты и мы дочь аж туда до верхних этажей пробежала думала она там где-то нету это ладно а ловить ты и как-то надо мы ее хотя бы увидели уже легче но ее надо поймать давай и ловить она из под этой машины выбежала и опять вдоль соседнего дома уже не под которым она сидела и пытается опять залезть в эти вот в отверстие в дырке нам просто повезло там были вообще маленькие кругленькие отверстия такие сантиметров по 10 ну как вот труба такая широкая канализационная просто и высокой она просто видать с этим катетером с лапами неудобно забинтованными две лапы с бинтами не просто неудобно было туда запрыгнуть и она так бежит дом длинная так вдоль дома бежит я никогда не видела чтоб моя дочь так бегала быстро это было что-то она годным потом мне гать просто повезло кошка чуть растерялась и почему-то побежала в мою сторону бежит на меня и шипит а я бегу как бы по этой также в длину дома только по этой вот стоянки как девочки сами себе нагибают давайте давайте нагну вам сейчас нагну короче я ни разу не видела чтоб моя дочь так носилась быстро бегала поймали ее на мне значит такая курточка и в эту курточку завернула держу уже муж бежит я сумку свою где-то бросила такая небольшая сумочка значит подобрала потом эту сумку едем домой думаю надо позвонить что ну все нормально там доехали телефонов нету ни моего ни мужа они у меня были в сумке эти телефоны я еще когда сумку беру думаю сумка открыта игру не выпали бы они у меня из сумки но думаю ладно доезжаем значит до дома я сумку открываем нету а он мне дал свой телефон ну сумку чтоб он ему тут не мешался мелочь ты сзади молодец кушай а кошелек в сумке думаю если украли телефон и странно почему кошелек не взяли потому что денег там было прилично я же не знала во сколько мне лечение обойдется взяла на всякий случай побольше у мужа второй телефон дома мы а значит кошку быстро в дом схватаю его второй телефон едем туда обратно думаю не буду звонить заранее буду звонить там на месте мне просто повезло что там очень густая трава знаете вот такие цветы у них перед домом были посажены какие-то вот как хоста только еще выше их много прям много-много этих кустов вот этих листов я звоню они лежат рядышком до в этих в кустах уже какими-то слизнями или улитками облеплены и так что вот веселуха у нас была еще то это вот я все к чему вот не нужна переноска да то вот на стерилизацию мы возили ее ну наверно полгода назад зимой вроде не нужна потом значит другую кошку там на стерилизацию вроде не нужна переноска а теперь вот думаю купить что ли там рядом с клиникой есть магазин зашла но там обычная была 850 рублей но мне замки не понравились она обычная тканевая такая как домиком такой как бочонок просто молния закрывается и все думаю вот так вот зацепишь случайно это все откроется молния ну вот теперь думаю купить эту переноску пусть будет как-то я у сестры брала у нее небольшая собака такая маленькой порода забыл как называется них есть этот переноска для собаки я как-то брала у нее но тут вроде принципе можно было доехать взять у нее эту переноску ну короче сегодня я уже поехала с такой с хорошей дамской сумкой можно сказать она такая у меня если не в спортзал входила с этой сумкой там хороший замок хорошо закрывается молния прям вот от края до края вот не знаю сказали завтра приезжать на капельницу если ей скажем так плохо будет не будет аппетита и все такое прочее мне проблема с кишечником с кишками видимо на что-то съела и у нее там идет прямо сейчас воспаление в кишках что она могла съесть я даже не представляю они говорят так может сработать даже отрава даже вот если вы не травили а кто-то из соседей допустим травил могла съесть все что угодно по анализам все хорошо хоть в космос запускай так что вот теперь и подумаешь давай нагну давай он все хуже сама нагибает копы уже подбегает тут уже все нагнули молодцы давайте ешьте вот листик поесть вот теперь и думаю покупать эту переноску но после того как я бегала вот так вот у нас по новоуглическому шоссе искала ее больше не хочу хоть ночью там в этом районе пока ее не найдешь было страшно вот такая у нас была ситуация сейчас если получится у меня присоединил вам фотографии как мы там сидели с ней на капельнице девочки мелкая снизу подбирает натерпелась я вчера перепугалась ужасно вот иди туда смотри вот я нагнула иди извиняюсь если дергается телефон я просто тут одной рукой все и ветки держу видео снимаю и капучино держу на поводке все подъели молодцы как стемнело еще 7 часов нет а уже стемнело ну ладно полчаса гуляем уже хорошо хоть на полчаса вышли давайте ешьте ешьте быстрее и домой все уже стемнело уже все стемнело так что вот единственный мой совет на сумке и на свои руки надеяться нельзя я думала я ее удержу придется наверно все-таки переносочку купить пусть будет вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует...